Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр. И представьте, что бы получилось, если бы взяли Сталкера, Метро 2033, соединили и всё это запихали в VR. Получилась бы игра под названием Paradox of Hope. И в неё мы сегодня поиграем. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А ещё хочу отметить, что разработкой этой игры занимается всего лишь один человек. И результаты, которых ему удалось достичь, поражают воображение. Поэтому, друзья, я с радостью оставлю ссылочку на его Дискорд в описании, на игру в Стиме. Проходите, ознакомливайтесь. Но всё-таки Сталкер плюс Метро в VR, круто! Так, друзья, давайте разбираться, что здесь вообще происходит, где мы оказались и что нам нужно делать. Это ты, значит, новый Сталкер? Смотрю, совсем зелёный ещё. Но это ладно. Всему обучим, всё покажем. Звать меня Сергей Станиславович. Но можно и дядя Серёжа. Так даже лучше будет. Я тут главный по тыловому обеспечению. В общем, весь хабар, что в рейдах найдёшь, тащи сюда. А если снаряжение или оружие какое понадобится, его тоже можно купить у меня. Только сразу я тебе крутые волыны не доверю. Сначала покажи себя. Выполни пару заданий. А то, бывало, продашь кому-то, а они не возвращаются. Остаются гнить где-то в туннелях. А у нас и так с вооружением дефицит. Сам понимаешь. Важные вещи буду скидывать на этот компьютер. Смотри по возможности. Про задания тоже тут можешь почитать. Полезно это. Хе-хе-хе. Хотя для глаз не очень. Ну хорошо, дядь Серёжа. Я понял. Давайте посмотрим, что можно купить. Это наш пистолет Макарова. Вот он. Ну, для начала неплохая вещь. Можно докупить к нему коллиматорный прицел, глушитель, фонарик, лазер. И, наверное... Сколько у меня денег? Полторы тысячи рублей. Так. Для покупки предметов просто возьмите их с полки. Чтобы продать предмет, положите его на стол торговца. Туда. Ваш текущий баланс отображается тут. И я понял. Хорошо. Прикуплю-ка я себе фонарик. Если нам придётся ползать по тоннелям, бункерам и прочему, я думаю, это самая полезная вещь. Только как его подключить-то вопрос? Конечно, хотелось бы фонарик подключить, но... Дядь Серёжа, на, сделай. А, продавать я не буду. Ну ты чё? Не, продать не продам. Как его... Эть, эть. Ладно. Возможно, для этого нужно какое-то оборудование специализированное. Положим пока сюда. У нас есть ещё противогаз. К нему нужно будет докупать фильтры. Потому что может быть большая загазованность. Но пока... Стой, дай мне противогаз снять. Пока я положу его сюда. Ну и ещё игра находится на ранней стадии разработки. И впоследствии будет добавляться гораздо больше всего. И это здорово. Так, что у нас тут сказано? Выполняйте поручения торговца, чтобы повышать свой уровень репутации. С новыми уровнями становится доступно новое снаряжение. Вау, и калаш это уже поинтереснее, чем просто пистолет. Плюс прибор... Плюс прибор... А нет, фонарик на голову. Ну ладно. Думал, прибор ночного видения. Что ещё есть? Сайга с подствольным гранатомётом? Блин, хочу. Что ещё есть? Так, тут пока заблокировано. Нужно больше репутации. Вернём обратно всё. Продавать я ничего не буду. У нас ещё есть 640 рублей. Давайте-ка, наверное, докупим... Ну, я не знаю. Магазины? Почему бы нет? Пускай будет. Так, и ещё один, пожалуй. Всё, так и будем жить. Ну чё, дядь Серёжа, я пошёл вперёд. Что это у нас за место? Это стрельбище. Ну, я не буду тратить боеприпасы. Да, меткость тренировать это хорошо. Но, знаете, ну его нафиг. Нужно экономить. Нет необходимости исследовать всю рейдовую локацию, чтобы выполнить задачи или найти выход. Однако, настоящий сталкер всегда может найти в каждом рейде что-то особенное. Буду стараться смотреть повсюду и... Вау! Это, похоже, моё жилище. Прям как дома. Ковёр, кровать, уютно, подвал. Тут есть крыса! У них есть офигенная, огромная крыса, радиоактивная наверняка. Можно чем-то её покормить? Так, карандаш. Это всякие заметки делает, да? Будешь грызть карандаш? На, погрызи маленько. Ну, прикольно. Так, пускай лежит пока здесь. Крысу поглажу маленько. Ой, хорошая моя крыска! Нафиг эти рейды? Нафиг мутантов-сталкеров? Когда можно трогать крысу? Не понимаю. Так, для установки прицелов и насадок на оружие зажмите его в тиски. Не забывайте чистить снаряжение после рейдов. Так, а вот это уже то, что нам нужно. Это тиски. Можно маленько почистить. Хорошо. Чтобы осечек не было. Вот так. Прекрасно просто. Ну и, конечно, давайте... Попробуем расставить фонарик. Он снизу ставится, да? А куда? Блин, а как? Ну, я зажал в тиске. Хе-хе-хе. А как? Во! Друзья, поставил. Реально нужно было спереди. Короче, у нас теперь есть фонарик. И это гораздо лучше, чем без фонарика. Надеюсь, батарейки у него не будут садиться быстро. И все будет отлично. Так, у нас тут есть хранилище. Всяких предметов. Но пока предметов особо нет. Хранить нечего. На кровати можно поспать. На гитаре можно... Побрынькать. Хе-хе. Ладно, я не умею этого делать. Ну шо, дома, конечно, хорошо. Но в рейде лучше. Давай, крыс. Я пошел. Ты тут не скучай без меня. Попробую принести тебе сырку. Товарищ, подготовься к вылазке. Не забудь взять фильтры, аптечки, патроны. Аптечка есть, фильтры есть, патроны имеются. Тщательная подготовка. Залог успешного рейда. Ну, это мой первый рейд. И не знаю, чем он закончится. Просто погнали. Страшно, конечно. Но надо идти. Открывайся. Вау, тут дрезина есть. На ней прямо и будем ездить. Багги дрезина. Выглядит круто. Часы? Через одну секунду начнется рейд, да? Ну, помчались. Была не была. Жесть. Эти тоннели очень жуткие. Прям как... Хо. Кассета какая-то. Ну ладно, ничего не буду дрогать. Останавливаться посреди тоннеля у меня желание нет точно. Вот прямо сто процентов не хочу. А вдруг сейчас кто-то выскочит? В VR это действительно супер жутко и страшно. Так. Выжить и найти выход. Выжить в первом рейде. Ну, вроде бы не сложно. Выжить и найти выход. Возьму фонарик. Стой. Опасная зона. Конечно, площадь покрытия фонарика, мягко скажем, небольшая. Так. Перезарядимся. Мягко скажем, небольшая. Поэтому буду действовать медленно. Торопиться нам некуда. Крыса. Ты ж дома была. Ты ж дома осталась. Что ты тут делаешь? Ты ведь не мутируешь прямо у меня за спиной и не нападешь? Надеюсь, что нет. Так. У меня еще ножик, насколько я знаю, есть. И если вдруг что-то пойдет не по плану, всегда можно немного им помахать. Так. А вот где вещи искать, я пока, честно сказать, не знаю. Тут есть что? Так. Доставайся. Переворачивай коробку. Блин, я не могу ее перевернуть. Я не умею. Стой. У меня до сих пор, блин, дрифтят стики. Ничего не могу с этим поделать. Когда-нибудь я эту проблему решу, но только не сегодня. О. Кто-то еще шумит? Ух ты. Мне слишком сильно страшно. А! О, ты кто? Жесть. Это что такое было? Ты кто? Почему так мало света? Звуки доносятся оттуда, отсюда, отовсюду. Так. Так, что я должен найти? Выход. Хочу ли я искать выход? Не уверен. Хочу ли я вернуться домой? Да. Там меня ждет крыса и все будет хорошо. Так. Вижу замок. Интересно, он отстрелится? А, у меня патроны закончились. Прекрасно просто. Я все обойму выпустил в него, от страха. Так. Ставлю пока тут. А можно ли, интересно, магазин положить куда-нибудь в подсумок? Да. Чтобы можно было быстро перезаряжаться. Так. Эхо раздалось сильное. Так. Это кабинет какого-то начальника? Коменданта или что-то типа того, который управлял этим бункером. Телефон я могу взять? Нет. Тут наверняка должно быть что-то полезное. Что-то, что можно взять и то, что нам пригодится. Может, фотку? Нет. Книги явно в убежище не пригодятся. А может быть, можно коробку... Типа, как знаете... Просто ее порезать? Из нее что-то вывалится? Не, нифига. Так. Ну, значит, у него может быть что-то в полках тут. Давайте смотреть. Они заколоченные. Доска не отстреливается. Так. Ну, получается... В общем и целом, я сюда зря зашел. Тут ничего полезного. Либо я пока просто не знаю, что тут может быть полезного. Погнали дальше исследовать. Возьму-ка я в руки на всякий случай сразу ножик. Иди сюда, мой хороший. Так, а где он? Я его не потерял? Вот он. Все, я теперь знаю, где нужно его хватать. Идите сюда, кто бы вы ни были. Идите сюда. Ладно, шучу, не идите. Так, радиация. Подходить близко к вот этим цветкам не нужно. Они радиоактивные. Буду знать. Идем дальше. Найти бы хотя бы что-то в этом рейде. Постоянно звуки доносятся из-за спины. Это пока самая страшная игра, что я играл в VR. Честное слово. Честное слово. Нож есть. Нож есть. Ну вот дверь. Еще один кабинет. Точно такой же. Тот же заколоченные полки. Шуфлядки. Так, а тут может что-то лежать? Опа! Там что-то было. Но я это что-то уронил. Так, тихо, закройся. Опаньки. Что это у нас? Какой-то лимонад. Но это пустая бутылка. Ладно, пригодится. Если она хотя бы пару рублей будет стоить. Лампочка. Вот это вещь полезная. В условиях, когда... А тут может что-то быть? Нет, такие полки не открываются. В условиях, когда ты живешь в метро, лампочку воссоздать будет сложно. Поэтому, если она есть, это лучше, чем когда ее нет. Так, ну вроде больше ничего. Придется возвращаться. Я вот не знаю еще по поводу монстров. Они выскакивают как? Рандомно? Или их определенное количество? Могут ли они появиться за спиной? Это все для меня тайно и непонятко. Так, ну эту часть бункера мы обыскали в метро. Здесь такой нету... Как она называется? Ящика с шуфлятками. Так, значит в другом направлении нужно двигаться. Конечно, света не хватает. Как-то... Хватит шипеть. И издавать странные звуки. Кстати, тело исчезло. Паутина. Можно ли ее... Через нее можно проползти. Был бы у меня... Была бы зажигалка, я бы ее сжег. Но зажигалки нет. А вот сгущенка... Это прям хорошо. Вкусная, калорийная. Но... Тут больше ничего. И хватит там шептать, блин. Во тьме. Хорош. Туда или... Давайте. Пришли мы оттуда. Гой сюда. Здесь хотя бы свет есть. Тут хотя бы есть свет. Кто-то рычит. Я слышал. Я слышал, как кто-то рычал. Давай уже покажись. Есть что? Нифига. Так, значит, там по-любому кто-то есть. Найти выход. Он там. Рычит. Ну давай уже. Чем раньше мы встретимся, тем раньше покончим с этим. Вон он. Э, чел. Да уж. Магазин? Закончился. Надо было больше боеприпасов покупать. Ну, если бы я не купил фонарик, было бы еще тяжелее. Так, у нас не осталось, да, больше магазинов? Угу. И здесь тоже пустота. А сколько выстрелов нужно? Блин. Если запомнить количество выстрелов, то можно будет экономить боеприпасы. Просто я не знаю. Это пачка сахара? Или что это? Это рис. Пригодится. Рис пригодится. Пока двоих только встретили мутантов. Это выход. Ну, неплохо, друзья мои. Это неплохо. Я бы еще, наверное, пробежался. Может, что упустил? Ну, сейчас не страшно. Когда мы полностью все обыскали, каждый уголок, и всех монстров ликвидировали, в принципе, и не так страшно. Ну, потому что ты знаешь, что их больше нет. А вот вещи поискать можно. Только где? По-моему, я все облазил, все обыскал. Там были, там были. Здесь, может, что? Нифига. Эх. Может, крысу забрать? Будет братик у нашей домашней крысы. Ну, получается, больше ничего нет. Я реально, как бы ни пытался видеть, я не вижу. Давайте возвращаться домой. Посмотрим, что скажет дядь Сережа. Так, это туда нам, вроде, да? Выход. Посмотрим, что скажет дядь Сережа, и сколько он денег нам даст за то, что мы нашли. В принципе, для первого рейда упаковка риса, банка сгущенки и лампочка, не так плохо. Тут еще вентиляция есть. Там никто не прячется. Забраться в нее нельзя, да? Ладно. А вот то, что света нет, немного меня напрягает. Вроде как выход. Открывайся. А это страшно. Это страшно. А выскочит кто-то или нет? А, вон. Выбило решетку. Ты сдохни? А чего он такой живучий? О, нож спас меня. Их двое только? Патронов больше нет. Есть только нож. Патронов больше нет. У меня сердце в пятках уже. Может, там что-то есть? Так, я теперь буду знать, что вентиляции предназначены не для меня, а только вот для этих жутчайших созданий. Так, ну. Фух. Вылазка подошла к концу. Как же это, блин? Ух. Мама родная. Мама родная. Это слишком страшно. Крысеныш, я больше тебя не покину. Я буду вместе с тобой тут сидеть. Ха-ха-ха. Так, ладно. Погнали к дяде Сереже. Продадим ему то, что удалось найти. Посмотрим, сколько денег выручим. Здоров. Здоров. А что, ты дашь мне награду за то, что я рейд прошел? Нет? Принести три ТБшки. Что такое ТБшка? Техника безопасности? ТБ. ТБшка. Я не знаю, братан, что такое ТБшка, но у меня есть... Смотри, что. Рис. Это мандариновый лимонад. Бывший. Банка сгущенки. И лампочка. Тысяча семьсот. Слушай, мужик, а это неплохо. А это неплохие деньги. Так, и можно прикупить себе, наверное, наглушитель. Нам ни к чему. Лазер был бы неплох. Целиться лучше. Хотя и так почти всегда я в упор стреляю в монстров. Поэтому, наверное, самое лучшее... Самое лучшее решение... Патроны. Сорок пять штук. Можно будет заряжать прямо... А магазины я выкидывал, да? Ошибка. Надо. Надо. Ну и пока это все. Так. Патроны, получается, можно... А где магазин? Он же был тут. А где пустой магазин? А куда я его делал? Блин. Может, сюда куда я положил? Нет? Не вижу. Похоже, я его просрал. Ладно. Я думаю, патроны можно сюда положить. Просто они идеально подходят. Но, видимо, нет. Ладно. Пускай пока тут. В следующий раз магазин я просто выкидывать не буду, а... Перезаряжу его. А еще пистолет немного замарался. Посмотрите, друзья. Он прямо грязным выглядит. Надо бы его почистить. Смотрите, какое он запецканное. Может, убойная сила у него падает? А я буквально несколько обоим выпустил. Так, ну вроде выглядит чистенько, друзья. Вроде бы чистенько. Как новенький. Практически блестит. Его бы еще отполировать как следует полиролем, а не только зубной щеткой. И вообще было бы отлично. Ну и без того неплохо. Вот так он выглядит. Неплохое оружие. Можно будет еще больше его проапгрейдить, если коллиматорный прицел поставить. Но лучше, мне кажется, сэкономить деньги на... что-то более серьезное и убойное. И я не... А зачем я его перезарядил? Видимо, случайно. И я не оставляю надежд найти свой потерянный магазин. Блин. Дядь, ты его забрал? Сто пудово. Я уверен. Глаза у тебя хитрые. Банкотушонки. Жаль, нельзя продать тебе ее второй раз. С радостью бы это сделал. Ну ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. Берегите себя. Пока. Давай, Сережа. Блин, супер страшно. Супер сильно страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok